Предполагают, что несчастье произошло из-за того, что вышел из строя двигатель сухогруза. 190-метровое многотонное судно, подгоняемое ветром силой в 28 метров в секунду, начал дрейфовать в сторону берега и в конце концов села на мель. Три дня портовые службы совместно с представителями владельцев корабля разрабатывали план спасения корабля. В воздух подняли вертолет ВВС Литвы. Военные, обследовав корабль, заявили, что корпус Ocean Crown деформирован и в будущем вполне вероятна утечка нефтепродуктов. Работники порта, а также представители военно-морских сил очень удивились, услышав подобное от представителей Министерства охраны края. Появились новости о деформации корпуса корабля. Не стоит играть с эмоциями людей. Корпус корабля цельный и на сегодняшний день у нас нет никаких оснований думать, что с ним что-то не так. Мы не распространяли эту информацию. Мы делали только то, что от нас просили. Организовали возможность использовать вертолет для доставки трех экспертов на корабль. Эта информация распространяется Центром по информированию общественности при Министерстве охраны края. И вопрос о том, откуда они ее получили, надо задавать им. Несмотря на то, что эксперты не подтвердили наличие какой-либо опасности загрязнения, Минобороны не посчитало нужным выступить с опровержением, либо сообщить, основываясь на каких данных, выдала несоответствующую действительности информацию. Накануне вечером два буксила попытались стащить Оушен Кроун с мели. Первые попытки не увенчались успехом. Сегодня же утром, подключив к операции еще несколько портовых тягачей, корабль удалось спасти. Можно сказать, что операция по спасению корабля удалась и закончена. Мы получили сообщение капитана, что корабль уже на воде. Корабль поднял якорь и будет доставлен в порт для последующего осмотра. Оушен Кроун не первый корабль, севший на мель у берегов Клайпиды. 21 ноября 1981 года два буксира не смогли удержать танкер Глопа-7. После удара о берег с этого корабля пролилось более 16 тысяч тонн мазута. Загрязнено было более 80 километров пляжных территорий. Михаил Андреянов, Первый Балтийский канал.